Приветствую вас! Для начала давайте скажем так, что ваш вопрос, скорее всего, адресован не совсем по адресу. Адресован он, скорее всего, не тем специалистам, которые вам нужны. Почему я так считаю? Дело в том, что вы хотите знать, а так ли было, вот, ну, так ли было то, что, вот, человек вас, ну, так ли было, что человек вам говорил? То есть вы пытаетесь узнать правду, вот, но психологи не занимаются поисками правды такого типа, такого плана, да? Психологи работают с людьми и решают их проблемы, проблемы людей, но не решают других, проблемы других. То, что хотите вы, это узнать про других людей, узнать про намерение, например, про намерение этого человека, про которого вы рассказываете. А это, к сожалению, является, ну, скажем так, чтением других мыслей, вот, другие мысли мы не читаем. Мы-то друг с людьми, а психологи не считают, к сожалению. Вот, это первое, что хочет вам сказать. А, соответственно, второе, это то, что если вы, обращаетесь к психологу, да, если вы обращаетесь к психологу, действительно, к психологу, то вам нужно раскрыть больше информации о себе в частности, о том, как у вас складываются отношения с мужчинами, вот, например. Ну и так далее. Все вот эти вещи нужно вам будет раскрыть. Для чего вы в отношения вступали с этим человеком, чего вы ожидали от, ну, от него, или от взаимодействия с ним, может быть, будет правильнее сказать. Вот, то есть это все вот то, что вам нужно для себя выяснить. Заметьте, для себя, не для другого человека, а именно для себя. Вот, знаете, это важно, это вас, именно для вас, если вы хотите разобраться с тем, что с вами происходит. Понятно, да? Дальше. Так. Значит, зовут его Сергей, знаю его давно, так как он лучший друг моего брата. Ну вот, вам не кажется несколько, может быть, странным, что вы вступаете в отношения с мужчиной, да, с мужчиной, который знаком вам по взаимодействию с вашим братом. То есть это, грубо говоря, человек, который, ну, не полностью из вашего окружения, скажем так. Вот. А мне кажется, мне кажется, что вам необходимо для себя этот момент раскрыть. То есть, по какой причине вы выбрали себе мужчину, вот именно такого. Судя по тому, что вы пишете, отношения с мужчинами у вас складываются, ну, далеко не самым лучшим образом. Я, конечно, могу ошибаться, но ваша фраза о том, что вы знаете его давно намекает, как бы намекает, как бы намекает на то, что вы тяжело с мужчинами сходите. То есть вам нелегко с ними взаимодействовать. Вот. И если так, то это проблема, которую вам нужно решать, если это так. Дальше. 20 ноября он предложил жить вместе. То есть это было как? Так. Это было, это не было, значит, это не было отношениями, в прямом смысле слова. Да? Это было именно предложение вам просто жить вместе и все. А как же любовь, а как же чувство, а как же, ага, значит, ну, там, присмотреться друг к другу, скажем, ну, скажем, да, получше. Ну, в смысле, узнать друг друга именно вот с этой, с новой позиции, с новой для вас позиции. Понимаете? Вот. То есть какие у вас отношения там были, что вы согласились на то, чтобы с ним жить вместе? Да? То есть, понимаете, вот какая история, что вам как бы нужно здесь определить свою субъективную сторону. А у вас получается так, что вы этого, суть по всему, не сделали. Опять же, я могу ошибаться, конечно. Вот. То есть он предложил, вы согласились, вы согласились, ожидая от него чего-то, видимо. Ну, по всей вероятности. Вот. Пока чего ожидали тогда. Логично. Ну, что нужно понять этот момент. Чего вы ожидали и чего вы хотели. Для себя. Понимаете? Какая история. Дальше. Прожили четыре месяца, всё, ничего, но у нас не было близости. 6 апреля я от него ушла. Простите. То есть это было не в прошлом году, а это было когда-то ещё, потому что в этом-то году апрель. не наступил, и всё. Значит, это с вами произошло когда-то раньше. Вот. И что именно произошло, что конкретно произошло. Вот. А вы пишите, что я от него ушла. Почему вы от него ушли? Это же было вашим решением уйти от него, верно? Вот. То есть вы решили сами от него уйти, потому что вас что-то не устраивало. Правильно? Правильно? Вас что-то не устраивало, и вы ушли. Ну, это, в принципе, нормальная постановка вопроса. Так. Как он мне объясняет, что я для него друг, затем тогда 4 месяца надо было мучить себя и меня. А как он мучился вас? Если вы сами согласились с ним на отношениях. Как он конкретно вас мучил? Что он конкретно делал такого, что мучило вас? И самое, наверное, что главное, если вы чувствовали, что мучаетесь, для чего терпели? То есть надеялись на то, что ситуация там, грубо говоря, станет другой или как? Понимаете? Вот. То есть это мне кажется тоже нужно обязательно поисследовать. Именно этот аспект. Дальше идем. Следующий момент. Хочу знать, это действительно так? Пишите вы. Вот. Что именно? Действительно ли это так? То есть вот непонятно. Понимаете? Что именно действительно так? Действительно так что? Что он мучил вас? Или что? Знаете? Что будет дальше с нашими отношениями? Но если вы аноним не будете действовать в соответствии со своими желаниями, если вы аноним будете перекладывать ответственность на другого человека за себя, да? То я боюсь, что ситуация в лучшую сторону не изменится. По крайней мере, мужчина не изменится точно. Вот. То есть если, если для вас достаточно того, что вы знаете его более-менее неплохо, да? Если для вас этого достаточно, то живите с ним. Это первое. Второе. Что касается близости, то опять же, не совсем понятно, что вы делали сами для того, чтобы у вас эта близость была. И делали ли вы, то есть давали ли вы ему возможность почувствовать, что вы хотите. Вот. Дальше. Следующий важный момент это то, что данный человек из окружения вашего брата, и он может быть не способен вас воспринимать, эээ, адекватно. Эээ, вот. То есть не способен воспринимать вас независимо. И вам, возможно, имеет смысл подумать над тем, эээ, чтобы окружить себя теми людьми, которые, значит, воспринимали бы только вас, понимаете? То есть, которые не пришли бы к вам со стороны, там, брата, например, да, или кого-то еще, потому что это может затруднять взаимодействие между вами и мужчиной, как вы видите, как вы можете видеть, вот. Вот, в принципе, то, что вам можно сказать по факту. Понимаю ли я, что это немного? Да, понимаю. Понимаю ли я, что по факту, по сути, не ответил на ваш вопрос? Да, понимаю, это тоже понимаю. Но проблема в том, что вы очень мало даете информацию о себе, информации вы о себе практически не даете. А, как я уже сказал, да, то, что психологи не занимаются чтением мыслей других людей. И, соответственно, если вам нужно погадать, если вы хотите погадать, то вам лучше обратиться в соответствующий раздел, вот, в раздел «Изоцерики», там вам помогут, там вы можете погадать. Вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Вопросы, повторюсь, по психологии, да? Вот, вопросы не, вопросы не по эзотерике, потому что эзотерические вопросы психологи не разбирают. Вот, вы пишите, что вы переживаете сильно, да, вот, вы пишите, мне очень тяжело, я до сих пор переживаю, вот эти чувства вам нужно раскрыть, потому что, знаете, чувства ответственность несете вы, в первую очередь, не мужчина, а вы, вот, и необходимо в них разобраться. То есть, что они значат, эти чувства, вот, что они означают, эти чувства. О чём они говорят, эти чувства, ну, вот, то, что вам вот так вот тяжело, да? Вот, и когда, и когда, и если вы этот момент преследуете, вот, я думаю, что многое вам станет понятно в себе, в себе именно, вот, и вы сможете уже с этим что-то сделать. В частности, например, сможете подкорректировать своё поведение, для того, чтобы более успешно реализовывать свои желания, например. В частности, может быть, вы увидите противоречия, которые есть у вас, ну, именно, именно у вас, именно, ам, именно вашей личности, эти противоречия вы сможете разрешить для себя, вот, и, в частности, вы увидите, с чем связаны, с чем связаны такие вот переживания, и что с этим всем можно сделать вам, вот. И согласитесь, что это уже такая, такая более взрослая модель, да, такая более осознанная модель поведения и модель взаимодействия с людьми, вот, которая приведёт вас к успеху. Но если я прав, и у вас действительно сложности с взаимодействием с мужчинами, вот, то в первую очередь, внимание вам нужно обращать именно на этом, конечно же. А, в первую очередь, внимание, нужно обращать вам именно на это. Именно на то, какая вы женщина, на то, как вы выстраиваете взаимодействие с мужчинами, что вы можете мужчине дать, что вы можете мужчине приглашить, например, ну, и так далее, так далее, так далее, так далее, вот. Это, я надеюсь, понятно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok